Привет! Вы смотрите новости Варфейс с горячей информацией прямо из Крайтека. Мы были в киевском офисе и узнали у разработчиков всё. Для тех, кто забыл, меня по-прежнему зовут Лера, и я очень сильно хочу рассказать вам много полезной и интересной информации. Смотрите сегодня! Новая карта. Вас ждут урбанистические сражения. Нет, это не убежка 2.0, как вы все пишите на форуме, и нет, это не Азия. Читеры, берегитесь! Справедливые изменения игрового баланса. Теперь нельзя выпрыгнуть, нельзя вылететь, нельзя использовать какие-то читы и покинуть миссию. Больше пушек, хороших и разных. Стрелять не перестрелять. Наиболее интересно тем, кто играет вообще снайперами. Этот май-чародей, этот май-боловник веет свежим своим опахалом. Так давай же скорей, ты варфейс обнови, чтоб весна в нашем сердце настала. Примерно такие строки, но только в прозе, вы пишите на форуме разработчикам. Конечно же, они не могут не прислушаться. Встречайте, новая карта! Привет, ребят, сколько лет, сколько зим. Хотелось бы рассказать вам о новой карте в режиме захват. Нет, это не убежка 2.0, как вы все пишите на форуме, и нет, это не Азия. Карта в режиме захват под названием стройка. Я, наверное, начну с того, что представлю вам человека, который работал над этой картой. Он находится в нашей команде уже много лет, с самого начала создания нашей студии. Но начинал он свою работу здесь в роли художника. Ну, короче, делал текстуры, да, как бы, можно сказать, как называют это игроки. А потом захотел сделать левел-а. Мечта сбылась. Наверное, одним из самых интересных моментов разработки было то, что для Максима эта карта первая. И создавать карту, играть на карте и оценивать карту – это три очень разные вещи. То есть очень многие люди бегают по карте, и у них сразу появляются идеи того, как что-то сделать лучшее. Но когда надо создать вот это вот что-то из ничего, по сути, из пустоты, это достаточно сложно. Но мы считаем, что карта получилась просто великолепно. Надеемся, что вы оцените по достоинству, поддержите на форуме, оставите преимущественно положительные отзывы. Хотя мы, конечно, всегда готовы слушать критику, но в этом случае хотелось бы, чтобы карта вам понравилась, чтобы вы наслаждались игрой на ней. И очень хотелось бы, наверное, чтобы она стала самой популярной картой по захвату. Изначально карта была изготовлена в сеттинге «Балкан». Но, как вы уже видели из ПВЕ, этот сеттинг очень тяжело распознаваем для игрока, особенно на ПВП. Поэтому было принято решение переделать несколько объектов. И так произошло, что новые объекты не вписались в старую геометрию, и пришлось переделать просто весь левел. От этого стала на карте играть интереснее, она стала чище, светлее, легкораспознаваемой. И врага стало легко обнаружить на карте. Вдохновением для создания этой карты послужила всеми вами любимая, очень популярная карта «Убежище», тоже в режиме захват. Но, несмотря на то, что эти карты достаточно похожи с первого взгляда, на самом деле по геймплею, по тактическим особенностям они очень сильно отличаются. Убежка довольно такая простая, прямо линейная, а на этой карте существует множество обходных путей, несколько уровней. Не получится так просто отсидеться и прикрывать один-два выхода, надо будет гораздо более координированнее работать, пытаться понять, откуда наступает враг, где он находится. И, по сути, само столкновение в здании будет более насыщенным, более интересным. Почему новичкам будет легко на этой карте? Так как на этой карте множество закоулков, мест, где можно спрятаться, оставить клеймор и застать врага такого, как даже профессионала врасплох. Ну а для профессионалов, чем она хороша, тем, что один игрок может затащить весь бой. В этот раз мы постарались сделать так, чтобы донести чемоданчик обратно было легче. Есть труба интересная, с которой очень быстро можно шмыгнуть по крышам к себе наверх, есть вот эти вот фланги и всякие проходы через автобусы. То есть мы очень надеемся, что на этой карте будет все-таки гораздо больше доносов чемоданчика обратно на базу. Для этого есть очень много интересных возможностей. Мой совет от разработчика – смотрите под ноги. Дайте, что ли, карты в руки погадать на короля? Или, как там было у классиков, карты, деньги, два ствола? Ну, карт варфейс теперь хватает, деньги, то есть варбаксы тоже есть. А что касается стволов, только в этом обновлении их будет столько. Что любой оружейник от радости прыгать начнет и в воздух стрелять. Я хочу рассказать про новые пушки, которые мы собираемся ввести в игру. Это пистолет Калика и пушка МакМиллан, снайперская винтовка, которая наиболее интересна тем, кто играет вообще снайперами и именно с болтовым оружием. Эта винтовка имеет свой собственный глушитель, который не снижает урон на большом расстоянии. И, кроме того, у нее очень быстрый возврат затвора. Но это будет очень быстро убийственное оружие. Пистолет интересен тем, что он стреляет короткими очередями по три патрона. Ничего такого аналогичного у нас в игре еще не было. Это, в некотором смысле, первое такое экспериментальное оружие. Есть еще такие ворчуны, которые всем недовольны. Мол, это нам не то, и то нам не это. Дорогие наши ворчуны, в этот чудесный майский день наш вам подарок. В этом обновлении мы добавили вещи, которые не так заметны. Это вещи, которые, что называется, под капотом. Одно из этих нововведений – это борьба с читерством на ПВЕ-миссиях. Мы добавили коллижен, который не выпускает людей за пределы уровня. То есть теперь нельзя выпрыгнуть, нельзя вылететь, нельзя использовать какие-то читы и покинуть миссии. Мало того, если кому-то это все-таки удалось, то неигровая область мира, она заполнена киллзоной, и человека просто убьет. Все знают этих ванек-встанек, которые бегают и одновременно ложатся, встают, ложатся, встают, и по ним невозможно попасть. Специально мы придумали очень хороший фикс для этого. То есть теперь, после того, как человек лег, например, встает он уже как в реальной жизни, не сразу, моментально, там, раз, вскочил и побежал, а встает постепенно. То есть есть небольшая задержка. Это будет полезно для тех, кто играет честно, а макросники, соответственно, будут страдать. Если вы думаете, что это все новости на сегодня, то вы не совсем правы. Нашим разработчикам еще есть чем вас удивить. Да что там, они сами себе каждый день удивляются. Новая система оценки скилла позволит нам находить для игроков наиболее подходящие для них комнаты. И внутри комнаты балансировать команды так, чтобы игроки как можно комфортнее себя чувствовали в игре. И битвы были более жаркими и насыщенными. Раньше система использовала только ранг игрока. Что приводило, например, к таким ситуациям, если ПВЕ-игрок, который высокорангивый играл в ПВП, не превышенный для него мод, то это приводило к перекосам в игровом балансе. Сейчас же мы используем отдельные скиллы для ПВЕ и для ПВП. Мы собираемся немного улучшить механику коробок удачи, точнее их покупок в этом аппарате, в автомате. Вместо того, чтобы нажимать и ждать, пока каждая коробочка там будет крутиться, то теперь можно будет отправить сразу пять коробочек, и они потом уже все вместе крутятся. Это будет чуть-чуть удобнее, чуть быстрее оно все будет работать. Мы сделали систему частичной починки оружия, которая позволяет вам починить предмет, даже если у вас не хватает денег на полную его починку. Если у вас предмет уже сильно поломан, и его параметры ухудшились, и вам уже тяжело с ним играть, неудобно, то вы можете его починить частично, настолько, насколько у вас хватит варбаксов. Мне кажется, это будет очень удобно. Раньше была проблема, что в коробках удачи, либо в профиле другого игрока вы не могли посмотреть на характеристики оружия. Теперь же мы добавили эту возможность для любого предмета. То есть можно будет кликнуть на любой предмет, и появится информационное окно с его подробными характеристиками. То же самое, например, в коробках удачи. Можно кликнуть на предмет, который вы даже не держали еще в руках, увидеть характеристики оружия, например. То же самое там с предметами с обмундированием, с оборудованием. Кликнуть, например, на персонажа можно, и увидеть его любимое оружие, и увидеть его характеристики, если вам интересно. В следующий раз у нас будут очередные свежие новости от разработчиков, а также новая рубрика от наших комьюнити-менеджеров. Так что следите за выпусками, у нас для вас есть еще много всего интересного. И уже лето не за горами, а это значит второй чемпионат Warface Open Cup. Пока! Уже пишется? Это все вот это пишется? Ну, вот это в конце, вот это вот, оно, по-моему, все равно есть. Скажу о своих ощущениях про эту карту. Когда я играл, у меня ощущение, блин, жим-жим. Я понял, надо убрать вообще это слово. Так потом допишите. Ммм, хорошо. Только упорный труд делает из обезьяны слесаря шестого разряда. Вы там, блин, потом весь выпуск сзади, чтобы с меня все ржали, потом вставите. Вот посмотрим, ты обещал хорошо сделать. Я обещал. Что с тобой все будет просто супер. Ну, аж не все, но съемка точная. Субтитры создавал DimaTorzok